Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги Тавита, глава, которая раскрывает все тайны, и я ее прочитаю для библейского портала экзегет в синодальном традиционном переводе. Более нового хорошего не нашел. Итак, история состоялась. Было два человека с проблемами, ослепший Тавит и Сара, которая никак не могла выйти замуж. Они молились к Богу, Бог послал ангела Рафаила, и тот, так незаметно, неприметно действуя в образе человека, все устроил. И брак устроил, и исцеление. В 11 главе мы как раз это и увидели. Но у нас осталась тайна, которую читатель текста знает, что Рафаил это ангел, но герои его не знают пока. Вот 12 глава раскрывает эту тайну, и давайте подумаем, будет ли какой-то в этом смысл более глубокий, чем просто было интересно, когда же они наконец все это поймут. И призвал Тавит сына своего Товию и сказал ему, приготовь, сын, мой плату, человеку, который ходил с тобой, это под именем Азарии, как раз Рафаил. Ему надо бы еще прибавить. Естественно, такое успешное завершение путешествия надо хорошо его наградить. Он отвечал, отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес, потому что он привел меня к тебе здоровым, и жену мою вручевал, и серебро мое принес, и тебя также исцелил. Старец сказал, так и следует ему, и призвал ангелу и сказал ему, возьми половину всего, что вы принесли, иди с миром. Тогда, отозвав обоих особо, и только им, не всем, ангел сказал им, благословляйте Бога, прославляйте Его, познавайте величие Его, исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божьих, и вы не ленитесь прославлять тайну Его. Смотрите, они говорят ему, ты для нас очень хорошо потрудился, прекрасные просто результаты, вот тебе много-много денег. Там же у нас 10 талантов серебра, еще половина имени Рагуила, там огромное совершенно состояние. А тот говорит, вы хотите меня отблагодарить, благословляйте Бога, денег не надо. Тайну цареву прилично хранить, государственные секреты, а о делах Божьих объявляет похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас, добрые дела, молитва с постом и милостыню и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. Лучше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни дела правды будут долгоденствовать, грешники жесуют враги своей жизни. И вдруг она читает такую проповедь в стиле книги-притчей, да, буквально такой набор притчей о том, что, кстати, мне больше нравится, лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдой. И в делах Божественных то же самое, да, не нужно строить какие-то великие соборы, не нужно совершать великие подвиги, если это связано с неправдой. Лучше самое малое, но честное. «Не скрой от вас ничего», — продолжает ангел, — «я сказал уже тайну цареву прилично хранить и о делах Божьих объявлять похвально. Когда молился ты, невестка твоя Сарра, я возносил память молитвы вашей предсвятого, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобой». То есть, смотрите, в усердной молитве ангел содействовал как раз Тавиту, да, он приносил его молитву Богу. Он был с ним, когда тот делал что-то угодное Богу. «И когда ты не обленился встать и оставить обет твой, чтобы пойти убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобой». Вот даже маленький крохотный эпизод. «И ныне Бог послал меня вручевать тебя и невестку твою Сарру. Я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». Один из семи, получается, главных, да, имена остальных здесь не названы, но обычно считается, что это Михаил, Гавриил, и есть еще другие имена. Вот, оказывается, простые вещи, простые маленькие вещи, то, что человек пошел прежде похоронить чужого, умершего, чем съесть свой вкусный обед через праздник и воссоединение с семьей. Это все кем-то записывается, это все как-то приносится к Богу, и как раз тогда, когда Тавид думал, что он совершенно оставленным, что он наказан, что все очень-очень плохо, эта история развивалась в каком-то совершенно другом направлении, просто не сразу, просто не так автоматически. Вот похоронил мертвого, хоп, мешок с золотом нашел на дороге, да, как благодарность или что-то еще. Нет, это все работает иначе, но это работает, говорит Рафаил. «Тогда оба смутились и парили лицом на землю, потому что были в страхе, но он сказал им, не бойтесь, мир будет вам, благословляйте Бога вовек, ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего, потому и благословляйте его вовек. Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, только взором вашим представлялось это». Да, тут разгадка такого вопроса, а как же это ангел ел и пил, они же там ходили, они участвовали, ангел участвовал в брачном пиру, и не только в нем, наверное. «Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к пославшему меня, и напишите все, совершившееся в книгу». И встали они, и более уже не видели его, и стали рассказывать о великих и чудных делах Божьих, и как явился им ангел Господень. Ну, а дальше будет 13-14 глава, это такой эпилог, да, у нас уже развязка произошла, действие завершилось, но что было после того, как сами наши герои оценили все произошедшее с ними, об этом мы почитаем дальше. А поскольку закончилось действие, то я обратил бы внимание вот еще раз на вопрос, который в самом начале книги мы задавали, зачем это в Библии? И мне кажется, вот мы уже нашли несколько ответов о том, что великое в малом, божественное в повседневном, и даже, я бы сказал, подлинное богословие в чем-то фольклорном. Вот в этих рассказах, довольно сказочных, про сердце и печень рыбы, которые отгоняют злого демона, если их бросить на раскаленные угли, это явно такой сказочный мотив, но люди тогда в это всерьез верили, они были убеждены, что ангелы или демоны активно вмешиваются в жизнь человека, в том числе вот так напрямую, и верны эти убеждения, не очень верны, мы, наверное, не знаем, но самое главное уже прозвучало, да, то есть, что в любом случае Господь действует. В этом мире, в любом случае, то, что происходит с ними, имеет прямое отношение к тому, как они выстраивают свои отношения с Богом, и если даже это описать фольклорным, сказочным, по сути дела, языком, вот эта истина не становится ложью. Ну, а 13-я и 14-я глава — это такие выводы, и, конечно, их тоже прочитаем.